давайте рассмотрим заключительную часть альбома в частности вот вот эти вот две монеты по 2 лиры 16 года посмотрите какой рельеф очень тонкий рельеф четкая проработка детали квадрига колесо там ковер какой-то серебряная монета и еще еще 2 лиры тоже 16 года уже только более тертое будет так сказать состояние не очень ну просто пример что вот этого периода так скажем 17 16 год вот итальянские монеты благодаря вот этим вот скульптурным квадригом скульптурным фигурам проработки монетного поля выглядят очень симпатичные эти монеты вот я считаю не по своей так сказать художественной ценности не наиболее выразительные и привлекательны для коллекционеров ну и посмотрим профиль короля ну тут видно кстати тоже состояние или вот тут волосы проработанные здесь утраты какие-то есть но более тут одна более качественно другая более более сохранность так сказать не очень ну и вот еще гурты эти узоры звездочки и тексты вот это монеты с квадригами 16 года еще хотел обратить внимание вот на эту медь посмотрите это это у нас пять центов вот медная монета очень хорошей приличной сохранности фигура стоящая там складочки все видны текст все никаких царапин утрат нету но еще так вот посмотрим очень неплохо гурт гладкий и обратно остальное портрет короля но тоже кстати неплохая сохранность правда вот там линия дефект штемпеля вот но тут классический портрет еще без всяких обрезов просто голова и он не такой суровый и мужественный как на следующих последующих выпусках уже так сказать до более имперского более такого стиля претендующего на какое-то там господство не мировой но хотя бы какой-то европейская такая вот такие пять пять центов очень неплохой сохранности но еще от 20 20 чинти зима я называю центры на самом деле конечно чинти зима но для так сказать это вот дизайн вот этого какой у нас год 19 год и всего три монетки таких вот ну вот это 20 год выглядит вот так тоже неплохая сохранность четко видно обратная сторона королевство италия герб в обрамлении ков тоже видите сохранность неплохая так скажем коллекционная ну собственно вот с этим листом как говорится покончили просто вот еще не буду доставать тут вот один цент все блестит не очень и квадрига в одну лиру там было назвали вы давайте дальше пойдем посмотрим следующие года тут у нас собственно все то же самое и только опять хотел обратить внимание на две монетки но вот это вот состояние совсем кстати другое пятнадцатый год две лиры видите фигура какая тертая и кони тоже затертая квадрига не так точно это хорошо видно но тем не менее так выразительно конечно чтобы закрыть как говорится пустую дырку в альбоме это вполне подходит ну и вот тут вот видите гурт выглядит вот так обратная сторона портрет портрет тоже тёртенький вот такая общем такая рядовая совершенно обыкновенная непритязательная монетка именно только 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 для того чтобы закрыть закрытие пустое окошечко и вот одна лира тоже квадрига тоже тёртенькая довольно таки монета 15 год уже не так различимы детали но все равно выразительно и опять наш император военном мундире ну все равно сохранность неплохая царапин таких каких-то потерь нету и тоже кстати гурт с буквами и пометками со звездочками ну и вот чтобы посмотреть отдельно вот два цента там я показывал пять центов но тут вот сравните два цента медные как говорится поношенная маленькая монетка эти тертые но тоже как говорится попробую поищите 15 15 и там 12 года тоже не часто все встретишь там тоже надо стараться что-то где-то выискивать как говорится руки до сегодня находят вы видите портрет мануила вообще в абрис упирается то есть еще ниже но кстати состояние просто просто ну ниже ниже как говорится но тем не менее вот пока такая и вот один центик тоже видите совершенно маленькая монетка тоже та же фигурка вот так вот видно все но тоже вроде бы это но тоже тёртенькая так сказать невразительно я их ничем как говорится не чищу не не стараюсь увидеть никакой рельеф ну так вот выглядит вот и портрет тоже нашего героя ну тоже видно но такое все очень-очень плохая плохая чеканка такая низкая но потому что номинал маленький она сама 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 тоненькая лёгенькая поэтому там наверно как говорится ударили едва-едва рельефчик нанесли как говорится это но вообще должен сказать что если бы не вот эти серебряные монеты вот с этими квадригами как конями вот этими значит они как-то все-таки были вот вот линейка это четырнадцатого года но эти вот не буду доставать тоже квадрига тертая потом из италии 20 20 тезима летящая фигура и здесь собственно вот это ну вот фигура и здесь вот 2 цента и 1 цент ну давайте еще перелеснем осталось совсем немножко вот тут я хотел показать только девятьсот одиннадцатом году вот этих десять тезима медные вот такая вот как бы юбилейный такая коммеративный выпуск 10 центов с кораблем с двумя фигурами богатая такая монета тоже ну чищенная конечно немножко это ну вот так вот она выглядит мне кажется неплохо на обратной стороне тоже затертый под профиль императора с обрезом такой он еще как говорится не в годах нету это дурацкого имперского выражения такой мужичок с усами гладкий гурт вот это вот так скажем из простых монет такая более эффектная она часто встречается тоже можно искать вот попалась такая пока вот она лежит ну собственно вот теперь самое начало 901 906 год здесь бы я хотел показать вот эту серебряную монету в одну лиру вот она еще тут вот с таким вот орлом это начало начала века очень в плохом состоянии тертая к сожалению нету времени как говорится искать и что-то находить и кстати посмотрите тоже на портрет обратите внимание вообще какой-то облизил какой-то мужик австро-венгерского типа очень плохое состояние тот пример того как какие монеты не должны быть в коллекции какими-то кошачьими усами стершестью надпись но это серебряная монетка в в одну леру 906 года вот такая монеточка предваряет эту коллекцию ну конечно буду заменять и вот два два чинти зима вот еще старого как бы образца тоже 906 года видите вот так выглядит ну тут вот сохранность неплохая хотя она такая невинная темненькая и портрет император опять тоже еще тут молодой головастый так обыкновенная сохранность так себе ну неплохо в общем-то на коллекции ну собственно вот на этом и закончу обзор периода вот итальянских монет 901 по 43 год этот период правления виктора эммануила третьего вот и так условно назовем этот период фашист фашист фашистской власти во главе с муссолини который воевал кстати и в россии итальянские полки которые были разбиты под долга и как говорится туда ему дорога доставили бесславно ну такой вот был период всего хорошего собирайте монеты и в том числе и италии